Вот такой вот закат за окошком. Я решила с вами немножко пообщаться, мои дорогие друзья. Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал. В атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Сегодня очень короткое видео. Может быть, вы услышите стуки. Там Лёшек стелет пол. Ну, а я здесь потихонечку занималась творчеством. Так, сейчас мне надо словить вот эту вражину. Моня, ты там будешь сидеть смотреть? Ты не полезешь на теплицу? Знаете, что он делает? Это сейчас он вот просто ждет, пока я отвлекусь, отвлеку свое внимание от него. Вот сидит, вроде бы-то смотрит за окошко. А цель его прыгнуть вот на крышу этой теплицы. Никто не лазит, ни Пуся, ни Кузя. Но зато наш Монька, ему очень нужно вот прыгнуть прямо на целый, ну вот наверх теплицы. Естественно, все это с коготками, и это все портится. В общем, посмотрим, как это будет дальше. Ну, вот сейчас он сидит, смотрит. А, вот он кого увидел. Это соседский кот. Вот, вот видите, у нас это удобрение, постоянно удобрение идет нашего палисадника. Вот этот белый котик, ему очень нравится ходить к нам в туалет. Ну, ничего, тем плодороднее будет земелька. Вот, поэтому Монька сейчас весь во внимании. Ну, а я хочу вам показать, что приехал вчера Лешек, привез на машине вот этот стеллаж. Я заказывала в Хофф и через Москву. Ну, естественно, чтобы была бесплатная доставка. Ну, в принципе, Леша сам забирал стеллаж, там недалеко от дома ходил и забирал сам. Вот такой стеллаж. Сейчас он в Хоффе стоит, кстати, стеллаж не подорожал, стоит 2,600. Я покупала, в общем, используя все свои баллы, которые там накопились, за 1400 с небольшим. Есть они в разных цветах, эти стеллажи. Он так и называется, стеллаж Light. Вот, сейчас покажу со всех сторон. На мой взгляд, очень удобная вещь. Опять же, вписывается в эко-стиль. Там у меня уже стоит чашечка с выпитым кофе. Вот, все свои поделки из мусора. Вы помните, что вот эти коробочки, это просто коробки из-под краски, которые я красила, стены. Там вот стоит коробочка. Тоже мы делали из старого пододеяльника, вот, жаккардовый. Все это есть на канале. Здесь вот эти корзинки из водорослей от Нью-Шик. Ну, в общем, как-то вот эта вот кружечка, которая потекла, и ручка отвалилась, я приклеила. Там вот лежат пуговицы непришитые. Так и не нашла я длинную иголку, чтобы пришить к подушкам. Я стирала, пришлось срезать. Ну, естественно, пришить нужно, но не нахожу инструмент. Ну, да ладно, так, немножечко рассказала. В общем, друзья, стеллажу мне очень довольна. Во-первых, ну, как бы, даже когда разберется диван и станет кроватью, он служит как тумбочка такая. И этот стульчик здесь вписался. Мы уже с Лешиком здесь сидели. То есть, кто-то сидит на стуле, можно попить чайку, кто-то сидит на диване, вытянув вот так ножки. Ну, в общем, очень-очень удобная вещь. И, как бы, эта комната предполагает быть комнатой для гостей. Естественно, я думаю, что здесь будет очень удобно. И с утра можно поставить сюда электрический чайник, допустим, с вечера налить воды, поскольку комната эта неизолированная. Но с вечера можно подготовиться, сделать для гостей здесь чай и кофе. Может быть, какие-то печеньки поставить. И я думаю, что будет очень уютно нашим гостям. И сегодня я сделала очередную поделку. Это вот такая лампа. Одну мы уже с вами делали. Лампа из бутылки. И вот сегодня сделала вторую такую же лампу из бутылки. Покупала провод для бра. Сейчас я выключу какую-то. Будет ли видно. Ну вот, вот такая бутылочка. Вот. И получился вот такой светильник. Просто на саморез. Там вот вы видите сейчас саморез. И эта коробка, купленная в фикс прайсе для вина. Это вот такого формата. Вот это немножечко другой формат, но тоже из фикс прайса. Искусственный плющ или я не знаю, что это. Это искусственный какой-то цветок вьющийся. С такими вот маленькими тыковками. Он как бы еще и провод декорирует. Ну, не видно вот эти все выключатели. Так, это я выключила. Надо, значит... Вот, включим давайте. В общем, здесь вот так вот красиво это смотрится. Я вообще очень люблю, когда много света. Здесь есть и вот такие бра. Здесь есть и верхнее освещение очень яркое. Но, вы знаете, лишь много света не бывает. Иногда нужен какой-то приглушенный свет. Вы видите, у меня здесь вязание. То есть, конечно же, когда я вяжу, я включаю вот эту настенную бра. Если хочется более какого-то интима, допустим, перед сном. Так, Монечка, ты все-таки не полез. Молодец. Какой ты мальчик хороший. Не полез. Естественно, будет как-то удобнее включить один или два вот этих светильника. Короче, вот как-то буквально за, да, наверное, за 10 минут я все это сделала. Но, опять же, и провод уже был с выключателем дома. И бутылка была, и вот это кружево из фикс прайс, я имею в виду, вот это вот кружево. Все было, и это очень-очень быстро. То есть, подсоединить провод ничего не стоит. Опустить вниз этот патрон, вкрутить лампочку в виде свечи. Вот и, пожалуйста, готов вот такой светильничек. Вот я сейчас включила верхний свет, и комната просто в ярко-ярком свете. И смотрите, вот этот диван, конечно же, отсюда уберется. Кстати, заказала я на Вайлборис краску от Аттуре Десижн черного цвета. Буду немножечко подновлять этот диван. Ну вот, вы видите, вот здесь немножко покоцано. Диван уже старый, хочется как-то его обновить. Ну, красить уже буду, наверное, на улице, потому что, ну, не хочется мне застилать здесь пол. Сейчас пройдем на кухню, покажу, что там уже успел сделать Лешек. Алешек отдыхает, пьет чай. Я отдыхаю, чай пьет. Да, чай пьет. В отдых нам только снится. Да, вот перенесли мы сюда стол, кухонный стул. Ну, много чего перенесли. Потому что здесь начинаем стелить пол вот отсюда. Вот вы видите, как красиво будет смотреться. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Конечно, здесь не получилось без порожка, потому что здесь разная высота. Ну, да ладно, порожек и порожек. Может быть, потом заменим его на более светлый цвет и не будет так сильно бросаться в глаза. Ну, а пока вот какой есть, такой и есть. Отодвинули мы диван. Вот сейчас немножечко еще на полосочку, наверное. А может быть, и уже, наверное, поставим диван. Сейчас я до конца в этот ряд дойду. Вот, да, до конца Лешек дойдет этот ряд. Передвинем опять на место диван. Завтра будем продвигаться, ну, в общем, дальше. Вот сейчас показываю. Это вот наша гардеробная. Вот зеркало, которое вы оценили. Спасибо вам большое. Мне тоже оно нравится. И да, больше зеркал нет. Мне нравится, конечно, это зеркало и здесь. Но, скорее всего, все-таки я повешу его в прихожую. Ну, а там, ладно, видно будет. В общем, потихонечку движется. Конечно же, с кухней будет, так скажем, самое сложное. Это перенести электро, вернее, газовую плиту. Но будет электродуховка, если вы помните. Газовая будет только варочная панель. Нужно будет убирать старую раковину, переносить. Ну, то есть сначала нам временно нужно будет перенести сюда кухню. Потом собрать новую кухню. Все это дело сделать. Выпил и подварочную панель, подмойку. Все это дело перенести. В общем, кухня, мне кажется, самые сложные места – это кухня и ванная комната. Вот. Ну, ничего. Я думаю, что потихонечку справимся. Ну, а пока, пока вот показываю вам, как сейчас все это, чем мы занимались сегодня. Вот. Лешик уже привез всю мебель. Вот эта часть кухни здесь стоит. Стеллаж уже я вам показала. Останется привезти зеркала, которые будут висеть все-таки. Вот там вот два зеркала. Ну, и кондиционер. Который я очень рада, что купила. Друзья, подорожали кондиционеры. Не только кондиционеры. Да. Сейчас такой кондиционер стоит 46 тысяч. За него я платила 22. Ну, и плюс 500 там доставка. В общем, очень довольна, что это купили мы заранее. Дом греется. Дом солнечный. Крыша здесь металлическая. Все нагревается. Даже сейчас вот март месяц, а когда выглядывает солнышко, оно уже 10 дней. Друзья, каждый день 10 дней солнца. Я давно такого не помню. И дом нагревается. И вот в тех комнатах, которые, буквы Г, очень-очень жарко. Поэтому в следующий свой приезд Лёшек привезёт кондиционер. На машине в следующий приезд. Ну, да, да. На машине, конечно. На машине. Естественно, не на поезде. Не на поезде ты же повезёшь его. Вот планируем повесить его вот сюда. Сразу будет охлаждаться и вот эта комната вместе с этой. И, конечно же, когда будем открывать двери, будет охлаждаться наша спальня. Вот такие у нас новости. Я продолжаю вязать свою туничку. Вот. Осталось уже совсем немножко. Вот просто буквально здесь несколько рядочков. Ну, сантиметров 7, может быть. Сделаю вырез лодочкой. И просто сшить плечевые швы и боковые швы. Будет самая простая, элементарная вот такая маечка, туничка. Ну, здесь вся красота, конечно же, в этой пряже Роузгаден от Ян Арт. Это стопроцентный хлопок. Так. Ну, вроде бы-то все новости рассказала. Да, ещё продолжается... Продолжаю делать плиточку. Вот. Посмотрите уже, какие залежи. Так, Моня. Моня, ты не хочешь прыгнуть на теплицу? Да, ещё вот из новостей, что у меня сегодня, нет, завтра будет 10 дней, как я посадила рассаду. Но вылез всего вот один перчик. Не знаю, что там, может быть, что-то неправильно сделала. В общем, ещё купила перец в магните. Вот, вы видите, ещё посадила перец. Вот это всё сладкий перец. Значит, один перец Дары Молдовы, а второй, по-моему, так и называется Болгарин. Ну, не знаю, вырастет, не вырастет. В общем, будем надеяться на лучшее. Ну, вот, мои хорошие. Такое вот коротенькое видео. Завершу на такой красивой картинке. А вечер на улице уже совсем-совсем темно. Да, сегодня с Лёшиком, забыла сказать вам, мы встали в полтретьего ночи. Вчера, когда он приехал, в общем, машина была гружёная. Да и сама машина тяжёлая, полторы тонны. Да ещё гружёная. А здесь нет ни плитки, ни асфальта, ни гравия перед домом. И машина села в грязь. В общем, Лёшик не мог уснуть. Он такой ответственный человек. И ворочался, ворочался. Естественно, разбудил меня. И в полтретьего ночи мы, как те чудики, пошли выталкивать нашего железного коня. Использовали ту плитку тротуарную, которую купили по осени укладывать на двор. Выкапывали, домкратили. В общем, в полшестого наш железный конь был освобождён от грязи. В общем, будем ждать весны. Конечно же, будем засыпать гравием, всё делать. Двор укладывать плиткой. Планы грандиозные. Ну, а я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.